Мы в эфире. Всем добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать каждого из вас. Всем привет! И снова мы с вами в аккаунтах LG Electronics KZ и Technodom KZ в прямом эфире. Понедельник день тяжелый, наверняка это все помнят. И естественно скоро праздники, хочется отдыхать, хочется наслаждаться жизнью. И телевизоры LG будут вам отличным компаньоном в этом, чтобы провести время приятно, с пользой. Порой даже без пользы, но отдыхая. И если мы рассмотрим, то очень большая проблема бывает с операционными системами, которыми вы управляете, которые встроены в сами телевизоры. У компании LG есть идеальное решение. Очень удобная, интуитивно понятная операционная система, которая называется WebOS. Именно о ней сегодня пойдет речь. Вы узнаете, как правильно настраивать данную систему. Вы узнаете, что такое волшебный пульт Magic Remote. И почему он по-настоящему волшебный. Также вы узнаете дополнительные характеристики телевизоров. И получите ответы на вопросы, которые вас будут интересовать. Если у вас появятся вопросы, вы можете их оставлять в специальном комментарии в поле внизу. Ваш комментарий мне обязательно зачитают, и я на них отвечу. Ну что, давайте начнем. К слову, если вы не пропустили начало, или же немного опоздали, или не успели посмотреть данный прямой эфир, он обязательно будет сохранен в обоих аккаунтах. И вы можете посмотреть, откомментировать и поставить лайк чуть позже, уже когда он будет отгружен как пост отдельно в наши аккаунты. Давайте начнем. И небольшая, коротенькая сводка про операционную систему. У компании LG, как я уже сказал, операционная система называется WebOS. И компания LG выпускает телевизоры на данной системе уже с 2014 года. Просто представьте, 6-7 лет компания LG совершенствует из года в год свою систему. И в этом году, то есть в телевизорах 2020 года, в этом году, конечно, выйдет обновление, но в телевизорах 2020 года данная система называется WebOS 5.0. В 2021 году, немного забегая вперед, я скажу, что она называется WebOS 6.0. Ну а пока от той, которая у нас имеется. Передо мной телевизор 65 OLED BX, то есть моделька 2020 года, OLED телевизор. И на ней сейчас будет как раз-таки демонстрация, на данном телевизоре будет демонстрация нашей операционной системы WebOS. Первое и самое, наверное, основное интересное, что про WebOS хочется сказать, это ее удобство и внешний привлекательный дизайн. То есть достаточно нажать кнопочку «Домик» на пульте. Вот здесь вот имеется у нас кнопка «Домик». Открывается меню внизу. Причем меню не перекроет вам просматриваемый контент. То есть смотрите вы YouTube, просматриваете каналы или что-то еще, у вас контент не перекроется. Здесь все приложения отображаются в виде графических знаков. То есть уже тоже так же значительно проще, так как мы больше привыкаем к визуальному контакту, к визуальным каким-то моментам. Плюс в WebOS 5.0 в том, что появляется AI-превью. То есть специальная превьюшка такая сверху дополнительная. Популярных моментов. Вам теперь не нужно заходить в приложение, допустим, в то же самое MIGO GO. Вам достаточно просто навести курсор и получить популярные какие-то сериалы и фильмы, которые просматривают на данный момент вверху. И здесь уже выбрать то, что вас интересует. То есть вы увидите все самое популярное и выбираете, что вам интересно. Ну, допустим, для детей мультфильм «Душа», который сегодня буквально утром выиграл Оскар в категории «Лучший анимационный фильм». Просматривая таким образом, вы можете понять, что люди просматривают в вашем регионе. И спустя какое-то время, допустим, примерно 3 месяца, телевизор сам понимает, какой контент вы любите просматривать. И также будет предлагать вам лично контент, который вы захотите посмотреть. Допустим, вы смотрели все это время триллеры. Вы любите триллеры, вы просматриваете триллеры. И телевизор через 3 месяца это поймет и будет больше вам предлагать тот жанр, который вам больше нравится, который вас больше устраивает. Таким же образом телевизор сам понимает, то есть операционная система сама понимает, какими приложениями вы чаще всего пользуетесь. Здесь же в меню, в дополнительном меню, у вас будет приложение выставляться относительно того, как часто вы используете то или иное приложение. Переходить можно с помощью курсора, наводить курсор. То есть здесь первое преимущество пульта Magic Remote – это курсор, как мышка у лэптопа, у ноутбука. Также вы можете, нажимая вправо-влево кнопочки, здесь имеются такие же стандартные кнопки. То есть вправо нажимая, вы можете выбирать то или иное приложение. Но если вам не нравится порядок, который устанавливает для вас телевизор, тоже не беда, все очень просто решается. Тем же самым пультом Magic Remote мы настраиваем на необходимое нам приложение. Допустим, YouTube сейчас в конце, потому что я его только установил. Зажимаем колесико, специальное колесико, которое как окей работает в данном пульте. Мы его зажимаем, и YouTube сразу выходит вверх. Рядом имеется крестик, можно удалить данное приложение, и можно его передвинуть влево или вправо, куда вам нужно. Допустим, мне удобно, когда он находится самым первым, так как люблю просматривать различные видео, люблю дети могут просматривать, то есть открывать это все самостоятельно. Все то же самое можно сделать с другими приложениями. Допустим, LG-каналы. О них я поговорю чуть позже. Мы также можем перевести его на вторую позицию. Чтобы выйти, нам достаточно нажать кнопку «Назад». И у нас все установится так, как нужно. То есть кнопочка «Назад» тоже находится симметрично кнопочке «Домик». При этом, если какого-то приложения нет у вас здесь предустановленного, то вы можете открыть без проблем приложение LG Content Store. Это специальное приложение, которое похоже на магазины приложений в телефонах, допустим, Play Market или App Store. Здесь же вы можете полностью провести поиск приложения, которое вам интересно, допустим, то же самое YouTube, и вам предложатся различные варианты. Есть YouTube как стандартное приложение и YouTube детям. То есть вы можете также нажать на YouTube детям и нажать кнопочку «Установить». Конечно, приложению нужно будет подумать, потому что все будет зависеть от скорости интернета, который у вас есть, но приложение будет установлено в максимально кратчайшие сроки. Вы дополнительно сможете таким образом устанавливать различные приложения, которые есть официально в LG Content Store. Неофициальные приложения, к сожалению, ну или к счастью, устанавливать нельзя, потому что это является пиратством, и пиратство не одобряется, ну, наверное, никем. Дальше перейдем в само меню. У нас в левой части имеются такие дополнительные моменты, как поиск. Поиск мы можем выполнять при помощи стандартного ввода через клавиатуру. Немного телевизор будет у нас думать, так как это впервые производится. Телевизор был недавно только включен. Он может подумать какое-то время, и также будет зависеть скорость его мыслей, так скажем, от того, как быстро у вас интернет в помещении, и сколько техники подключено к вашему интернету. У нас здесь, мы видим, что сразу проводим поиск по названию актеру или жанру, но если вы не хотите таким образом проводить поиск, для вас это слишком сложно. На пульте Magic Remote просто зажмите кнопочку микрофона и дайте любую команду или же дайте поиск, который вас интересует. Допустим, я хочу найти Маша и Медведь. То есть сейчас, отпустив телевизор, понимает, что я запросил. Естественно, опять же хочу сказать, что зависит от скорости интернета, скорость обработки и также от посторонних звуков. Сейчас мы получили, что немного непонятно, попробуйте еще раз. Давайте вторую попытку и, надеюсь, в этот раз получится. Маша и Медведь. Нужно говорить максимально четко и, мне кажется, немного у нас не получается с этим. То есть все зависит от шума. Так как мы находимся в магазине, есть посторонние шумы, которые пульт может немного неправильно воспринимать и воспринимать как дополнительную команду, как дополнительную подсказку. Давайте выйдем в основное меню и еще раз попробуем чуть позже. Дальше давайте поговорим о непосредственно пульте Magic Remote. Почему же все-таки он Magic? Почему он волшебный? Заметьте, насколько у него приятный дизайн. То есть в руке лежит он очень удобно. У него специально обтекаемая глянцевая форма, которая не скользит на руке, но и при этом вы обхватываете очень удобно, очень приятно, приятный пульт на ощупь. Также имеются все необходимые команды. То есть, допустим, Иви. Если у вас есть аккаунт на Иви, вы можете без проблем, не нажимая никаких дополнительных кнопочек, нажать на Иви, и у вас откроется приложение в телевизоре. Если у вас каким-то образом пульт отключился, вы не можете найти вот этот указатель, подключить его, зарегистрировать заново. Очень просто. Вы просто зажимаете в течение трех секунд вот эти две кнопочки. Домик и назад. После чего вы 3-4 секунды держите, видите, как кнопка включения-выключения начинает мигать, и вы просто нажимаете колесико, то есть подтверждаете выбор. После этого ваш телевизор и ваш пульт будут объединены. Это может быть, если, допустим, у вас пульт какое-то время не использовался с телевизором, или вы поменяли пульт. Допустим, со старым пультом что-то произошло, но у всех бывает форс-мажор, у всех бывают какие-то моменты, проблемы. Вы поменяли в сервисом центре, приобрели дополнительный пульт, или в магазинах технодом второй пульт, и вам нужно его зарегистрировать. Таким образом вы сможете с легкостью зарегистрировать пульт к вашему телевизору. Также обратите внимание, что компания LG, наверное, на данный момент единственная на рынке, которая оставляет вот эти цифровые клавиши. Сделано это с целью облегчить вам жизнь. Компания LG просто так ничего не делает. Каким образом эти цифры вам облегчат жизнь? Во-первых, это большинство паролей от Wi-Fi или вообще паролей используют цифры. При помощи данной клавиатуры вы гораздо быстрее наберете эти цифры. Ну и второе, это быстрый доступ. Допустим, вы любите использовать приложение YouTube чаще всего, или специально для детей, вы хотите его поставить под определенным номером. Вы просто переходите в приложение YouTube. После того, как вы перешли, вы зажимаете любую цифру, которая вам нужна. Допустим, я хочу YouTube поставить под номер 3. Я зажимаю цифру 3, и появляется подсказка. Добавить YouTube в меню быстрый доступ 3. Я выбираю «Да, добавить». YouTube добавлен в меню под номером 3. В следующий раз, когда я выйду из данного приложения, мне достаточно уже нажать просто кнопочку, удержать кнопку 3 снова, и я зайду в приложение YouTube. Мне не нужно нажимать домик, искать его где-то там внизу. Уже просто зажав одну кнопку, я перехожу на само приложение. При этом также удалять это можно. Зажимаем кнопку 0, и на телевизоре в левой части экрана появляются все приложения, которые предустановлены на быстрый доступ. Можно установить от 1 до 8, то есть 8 приложений вы можете поставить на быстрый доступ. Удалить тоже очень просто. То есть мы просто наводим, здесь появляется корзинка, нажимаем колесико, и всплывает вопрос, хотите удалить или нет. Здесь можно выбрать когда, так и нет. То есть если случайно нажали, или же если не хотите удалять, то нажимаем нет. Точно так же вы можете добавить любое приложение. Допустим, под номер 4 я хочу добавить приложение Иви. Под номер 5 я добавляю ОКО. И теперь, переходя, нажимая кнопочку, допустим, 1, удерживая, я перехожу сразу на MegaGo. Так как сейчас MegaGo потребует у меня обновления, он перешел в LG Content Store автоматически. Периодически у вас будут всплывать различные уведомления, что нужно то или иное приложение обновить. При покупке телевизоров LG со смарт-операционной системой WebOS 5.0 вы получите просто замечательный подарок. Подписку на MegaGo и LG каналы 2 в 1, на 3, 6 или 12 месяцев. Очень крутая функция, очень крутая вещь. И при этом, если вы в MegaGo можете просматривать кино в максимально высоком качестве, различные фильмы в 4К качестве, которые имеются, то LG каналы вам помогут без проблем просматривать любимые ваши каналы. Конечно, из-за того, что у меня сейчас проходит обновление, телевизор будет немного подвисать. Но LG каналы вам позволят просматривать любимые каналы также в высоком разрешении, порой доходя до 4К, но в большинстве своем Full HD. В зависимости от типа подписки вы выбираете, какая подписка вам интересна и сколько каналов. И также вы можете получить до 200 каналов просмотра. Повторюсь, в зависимости от выбранного телевизора вы можете получить от 3 до 12 месяцев в подарок бесплатного пользования. При этом у вас один аккаунт и сразу два приложения, которые вы можете просматривать. Помимо этого всего, вы также можете использовать специально такое окошко, которое называется панель управления умным домом. Наверняка все слышали уже не раз про умный дом. Что это такое? Как это работает? Я как раз сейчас объясню. Как зайти в этот панель управления умным домом? Мы просто нажимаем кнопочку домик, уже знакомую нам на пульте, и переходим в специальный вот такой вот кружочек, домик в кружочке. В это вот окошечко, панель управления умным домом, нажимаем колесико. Мы переходим. Здесь мы видим, что экран телевизора разделен на 4 части. Левая часть показывает нам мобильные устройства, которые были предустановлены. То есть это могут быть устройства на андроиде, это могут быть устройства на iOS, и также мы можем дублировать экран iOS на наш телевизор при помощи технологии AirPlay 2. Дальше мы видим ТВ-входы. То есть мы получаем на большом экране тот, который был самый последний активный, какое приложение или какие каналы были активны в последний момент, и также дополнительно все входы. Но при этом тут еще один такой маленький плюс от компании LG. Мы получаем, когда мы только подключаем к HDMI 1, 2, 3 или 4 любую приставку или какой-то канал компьютер, мы не получаем те же самые названия и потом стоим и думаем, у меня PlayStation подключен к 4 или к 3 HDMI, как точно посмотреть. У нас все HDMI будут названы в зависимости от приставки, которую вы используете. PlayStation будет PS4. Если вы используете Alma TV, то будет также называться Alma TV. Любая другая приставка или компьютер, допустим, если компьютер, будет называться ПК. И вам теперь нет необходимости переключаться от одного HDMI к другому, чтобы понять, какой продукт, какая приставка у вас подключена к тому или иному входу. При этом не забывайте, что большинство телевизоров LG 20-го года поддерживают HDMI 2.1. То есть скорость передачи информации будет гораздо быстрее, чем это было ранее с HDMI 2.0. Следующее. Мы получаем аудиовыход и запоминающие устройства. То есть дополнительно мы можем просмотреть, какой у нас аудиовыход имеется. На данном телевизоре у нас имеется оптика плюс динамики, но мы можем также использовать Bluetooth, мы можем также использовать HDMI. И при этом у нас есть такая очень замечательная технология, очень интересная технология, как Bluetooth Surround Ready. Это специальная технология, при которой мы можем до двух динамиков, до двух колонок одной модели подсоединить к телевизору. При этом что мы получаем? Обычный звук стандартный мы получаем с динамиков телевизора вперед на нас. Если две колонки мы поставим сзади где-нибудь, допустим, на диване, то мы получаем объемный звук, то есть звук будет доходить к нам еще и с задней части, благодаря чему мы получаем еще более объемное звучание, чем это есть на телевизоре. В телевизорах LG 2020 года мы можем объединить до двух колонок к одному телевизору, но небольшое условие. Эти колонки должны быть одной и той же модели. Две разные модели подключить, к сожалению, пока возможности нет. Дальше мы смотрим, у нас имеется, как я уже говорил, запоминающее устройство, будет показан объем, будет показано, какое устройство у нас имеется. И дополнительно, вот что я хочу рассказать, очень-очень так, насколько позволит нам эфир, очень раскрыто, это домашнее IoT устройство, или именно домашнее устройство умного дома. Наверняка вы замечали сейчас на наших продуктах, да и не только на наших, специальную маркировку, как Wi-Fi. Стиральная машина, очиститель воздуха, кондиционеры, холодильники, пылесосы, все это подключается у нас к умному дому через технологию Wi-Fi. Так вот, при помощи пульта Magic Remote и телевизора LG, и через Home Dashboard мы можем управлять нашей бытовой техникой. Обратите внимание, у меня здесь подключены два очистителя воздуха, очиститель воздуха LG Puricare и увлажнитель воздуха LG Signature. На телевизоре отображается информация, насколько чистый воздух, какой уровень сейчас работает и все дополнительные характеристики, вплоть до концентрации загрязняющих веществ, как для увлажнителя, так и для очистителя. И теперь просто при помощи пульта Magic Remote я могу отредактировать ту или иную характеристику. Допустим, режим работы сменить со Smart на быстрая очистка. И через интернет, через Wi-Fi телевизор подаст сигнал очистителю воздуха и мы получим ту или иную функцию. Также при помощи телевизора и пульта Magic Remote мы можем без проблем выключить любую технику, которая у нас имеется. То есть приостановить стирку, изменить температуру холодильной камеры, выключить климатическую технику, если в этом есть необходимость. Допустим, давайте попробуем. Выключили увлажнитель воздуха и сейчас он продемонстрирует, что будет отключен. Точно так же мы можем выключить и очиститель воздуха. Обратите внимание, очиститель воздуха у нас уже отключился. С увлажнителем воздуха небольшие... дисконнекшн пошел небольшой, насколько я понимаю. Давайте еще раз попробуем для демонстрации. Звуковой сигнал он подает без проблем, но при этом он не полностью отключается. То есть здесь мы получаем, что отключили, но так как воздух недостаточно, видимо, чистый, он продолжает работу на автоматическом режиме. При помощи смарт-устройств, вот здесь и при помощи пульта Magic Remote, вы можете теперь уже регулировать, как я уже сказал, температуру холодильной камеры, морозильной камеры, то есть полностью регулировать холодильник. Вы можете запускать робот-пылесос, если у вас имеется он на Wi-Fi. И при этом это все при помощи волшебного пульта Magic Remote. Именно это делает пульт по-настоящему волшебным. У нас имеется вопрос? Есть вопрос, где купить пульт? Пульт, где купить? Отличный вопрос. Спасибо за этот вопрос. Приобрести пульт можно будет в магазинах Технодом, ближайший по адресу к вашему дому или же просто обратившись в сервисный центр LG по номеру 2255 или же в колл-центр Технодома по номеру 1717. Вас обязательно проконсультируют и предоставят полную информацию по поводу данного пульта. И такой маленький пока вопросов нет. Если они есть, обязательно оставляйте свои вопросы внизу в поле комментарий. У нас еще вопрос есть. Сколько стоит телевизора? Стоимость телевизора. Тоже замечательный вопрос. Вы можете выбирать телевизор по своему усмотрению. То есть у компании LG все телевизоры 2020 года поддерживают VBOSS 5.0 и все характеристики, которые я только что вам озвучил. Но при этом данный телевизор OLED 65BX по стоимости у нас сейчас со скидочкой 999 990 тенге. У него OLED-панель, то есть из самоподсветящихся пикселей. Он очень тонкий и показывает настоящий черный цвет. При этом контрастность и яркость будет очень крутая. И даже в светлое время темные какие-то фильмы вы сможете смотреть с удовольствием и видеть практически все, что происходит на экране. Но повторюсь, это один из самых премиальных телевизоров. На более... Если вас интересуют более бюджетные модели, заходите на сайт technodom.kz, выбирайте телевизоры и выбирайте фильтр LG. Ну или зайдите на сайт lg.com.kz, чтобы ознакомиться со всем модельным рядом телевизоров, которые сейчас присутствуют на рынке Казахстана. Маленькая такая еще фишечка телевизоров LG Smart Technology это галерея, во-первых. Естественно, каждый телевизор должен стать центром дома. И если вы его не используете, то вы можете использовать специально такое приложение, как галерея. Выбрать любую фотографию или загрузить фотографии на флешку и поставить и включить своего рода галерею, чтобы фотографии менялись. То есть периодически у вас будут показываться различные фотографии, которые будут сменять друг друга. Это очень красиво, очень удобно. Помимо фотографий можно то же самое сделать и с видео. Но такая маленькая фишечка, которую тоже хочется рассказать, это музыка. Кому не хотелось слушать музыку в хорошем качестве и очень громко, наслаждаться, даже делать уборку под такой звук очень качественный, очень громкий, очень звонкий. И порой мы подключаем музыку к телевизору, то есть также через флешку, через жесткий диск или через компьютер мы подключаем к телевизору. И не все понимают, что у нас есть такая возможность, как включить любую песню и если в ней вшит текст песни, мы можем отобразить текст на экран, то есть дополнительно использовать как своего рода караоке. Сейчас мы видим, как слова сменяются и видим, какой на данный момент текст идет. Помимо этого мы можем скрыть текст и не только скрыть текст и слушать музыку, но и выбрать, как отключить экран. Через 5 секунд экран отключается и мы получаем, что музыка идет, но при этом телевизор у нас не работает, то есть пиксели отключились. Это очень удобно, если вы просто слушаете музыку, хотите ее слышать на фоне и при этом не затрачивать энергию пикселей, потому что естественно любой телевизор у него есть свой срок службы. И OLED-телевизоры, так и LED-телевизоры это не исключение, то есть у всех есть срок службы. Чтобы вернуться к экрану, достаточно нажать любую кнопочку на пульте Magic Remote. Мы вернулись снова и если хотим переключаем песню на другую или же выключаем ее совсем. Вот такие вот у нас имеются преимущества в телевизорах LG WebOS 5.0. Мы не перекрываем никакой просматривающий контент, у нас есть AI превью, у нас есть дополнительная возможность управления бытовой техникой при помощи Wi-Fi, при помощи Magic Remote. У нас есть вопрос. Он с Алисой сможет уживиться? С Алисой уживется ли? Конечно, у нас сейчас вся бытовая техника управляется при помощи голоса. Телевизор на данный момент при помощи голоса управлять пока нельзя при помощи Алисы, но без проблем уживается. То есть они не спорят, они не ругаются, они работают без проблем и, ну, можно сказать, даже дружат друг с другом. При помощи Алисы с Алисой Продолжение следует...